Всем привет! Сегодня у нас видео небольшое, но информативное. Мне захотелось именно сегодня его выпустить, потому что почувствовала свои силы закончить это видео, дойти его до логического завершения и идти дальше. Дальше, конечно же, рассказать про наши печальные новости. Знаю, что вы любили нашего кота, поэтому я посчитала нужным рассказать вам. Я ради эксперимента решила попробовать чёрный рис. Я его раньше брала в смеси, а вот так, чтобы отдельно, не брала. Решила поэкспериментировать, что-то новенькое попробовать для разнообразия, потому что сейчас мотивации готовить вкусную еду очень мало. И вот такими какими-то новыми продуктами, новыми гаджетами для дома, я поднимаюсь в настроение и желание готовить. Тишенька ушла, это 16 числа. Уже прошло 11 дней, и, знаете, это тяжело, конечно же, терять питомцев, любимых. И отчасти мне помогала уборка, переживать эти переживания, эти эмоции. И в первые часы, когда всё случилось, я именно убиралась, потому что так я разгружала свой мозг и своё тело. Буду вам рассказывать с перерывами, потому что, когда я начинаю рассказывать про Тихона, у меня наказывает слёзы и путается речь. Поэтому буду и про бытовые какие-то вещи рассказывать, и про него. Тут, кстати, приехала новая моя форма. Макс заказал форму. Она такая интересная, я сначала даже не поняла, что это. Такая очень неоднозначная по внешнему виду. Непонятно, что это, но когда я её залила, когда вытащила, то ваза получилась просто шикарная. Потом в конце видео или там в середине где-то она будет мелькать. Покажу её. Часто так бывает, что я и работаю гипсом, и делаю какие-то домашние дела параллельно. Поэтому не удивляйтесь, что такие вставочки и уборкой мелькают, и в то же время я не делаю заливку гипса. В общем, про Тихона. Тихон у нас начал болеть месяц назад, даже больше уже месяца. Сначала мы его пытались выходить так, думали, ну, мы просто приуныл кот, что-то там съел, не съел, просто что-то случилось. Потом мы поехали в больницу, день на 3-й на 4-й, когда у него был понос и рвота. Мы поехали в больницу, у нас взяли анализы у Тихона и выявили коронавирус. И лечили мы кота от коронавируса. В какой-то момент ему стало лучше, он стал куча, там повеселел, он начал ходить в туалет нормальным стулом. Всё оказалось по позади, работа нет, всё хорошо. Но потом его опять становилось хуже. Ему стало хуже, мы... Ну, как-то попытались дальше сами тоже подлечить его, но я уже понимала, что что-то идёт не так. Он начал сильно худеть, и вот он за 2-3 дня прям очень сильно похудел. И мы поехали в другую клинику на УЗИ. И когда ему сделали УЗИ, у него застряло инородное тело, и там большая опухоль уже вокруг этого тела инородного. И, по идее, нужна была бы операция, но, как сказали доктора, скорее всего, опухоль уже не такой качественная, а злокачественная. Тогда, конечно, нужно брать анализы вот этой опухоли. Плюс ещё то, что кот уже не молодой, и он не смог выдержать всего этого. То есть операцию он не смог выдержать, и плюс у него была мощная аномия, и, в общем, он не смог справиться, и мы не смогли его спасти. Сейчас, конечно же, пройдя весь этот путь, я понимаю, сколько мы делали неверных шагов, но это не было ясным, непонятным было. То есть сейчас я уже понимаю, что там неверное решение, там неверный путь мы выбрали, но, тем не менее, всё произошло вот так. Но одно я знаю точно, что мы сделали всё, что могли, и мы старались, но у нас не получилось. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok